Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, я, Александр. Сегодня у меня на столе смартфон Vivo Nex 3, а значит мы будем его разбирать и изучать изнутри. Но для начала я хочу предложить вам подписаться на мой второй канал, где выходит много дополнительных материалов к обзорам, видео на компьютерную тематику, ну и просто влоги из моей жизни. А мы приступаем. Для начала аппарат нужно, естественно, выключить и вынуть лоток SIM-карт. Лоток находится в нижней части, как прямо у всех флагманов. Так, крышка у нас стеклянная, клееная, собран смартфон идеально, придется попотеть, чтобы его разобрать. Нам нужно ее в любом случае погреть на сепараторе, хорошенько. Кладем минут на 5-7. Итак, друзья, смартфон мы хорошенько разогрели. Прям стал весь тепленький. Так, теперь добавляем некоторое количество изопропилового спирта. Раз. Раз. Два. Сюда вот тоже добавим. И попробуем его открыть. Чувствую, задача не из самых простых. Сборочка. Ух, отличная. Отличная сборочка. Так. Ну-ка, если здесь попробовать. Да, по длинной стороне, честно попробуем вот здесь вот проникнуть. Попробуем воспользоваться вот таким вот лезвием. Я подсмотрел у Ильи из канала Мобилсервис 365. Так. В общем, после достаточно продолжительных мучений, исключительно при помощи вот этого лезвия тоненького-тоненького умудрился я попасть под крышку. Ну, и сейчас уже карточка попала туда, прошла. Будем потихонечку снимать при помощи спирта. Вообще, очень собран аппарат. Капитально, конечно, тут ничего не скажешь. Просто капитальным образом собран. Просто так его, конечно, без определенных навыков не разберешь. Ну, что, теперь просто подливаем спирт и проходим по кругу. Это уже дело, так сказать, техники и времени. Ну, и все, прошлись по кругу мы. Теперь остатки этого довольно мощного клея. Сейчас мы аккуратно уберем. Ну, и все, крышечку сняли. Да, вот такая, кстати, интересная у него проклейка. Смотрите, она здесь какая-то целлоидная. На ней нанесен тонкий-тонкий клей. Прикольно. Сюда нанести новый клей, и все будет в порядке. Так, сразу смотрим, что здесь у нас имеется. Уплотнитель вокруг камеры. Кстати, вот это колечко, по-моему, из металла сделано. Да, похоже, вот это металл. Да, это алюминий. Уплотнители. Здесь тоже уплотнитель. Ну, все, круто. Крышечка, естественно, стеклянная. Так, убираем в сторону. Там учиться пришлось с ней. Так, что мы тут видим? О, какая большая графитовая наклеечка. Наклеечка, теплоотводящая с этой стороны. Верхние и нижние платы. Ну, давайте отвинчивать все винты, разбирать дальше. Так, последний винтик откручен. Возле камеры он, кстати, маленький. И вот здесь еще парочка тоже маленьких винтов есть. Так, это вообще отдельно положим. Остальные все одинаковые. Так, снимаем накладочку. Довольно легко, аккуратненько она снимается. Что мы здесь видим сразу? Дополнительное. Вот это вот начало вот этой распределительной наклейки, да? Отвод, откуда тепло начинается непосредственно от платы. Вот он повторяет ее профиль. Здесь у нас уплотнители. Насколько я вижу, для кабелей. Окошки камеры, это антенка NFC. Здесь также разведены антенны. 4G LTE и Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Они здесь. Они на корпусе тут у нас разведены. Много, все отдельные. Собственно, вот так вот выглядит эта часть. Теперь первым делом отключаем аккумулятор. Раз. Ну и дальше можем уже разбирать. Давайте начнем с нижней части. По традиции. Так, это у нас динамик. Такой вот крупный. Один, к сожалению, в этом смартфоне. Это его контакты. Никаких антенн здесь нет. Антенны все разведены на вот этой пластиковой вставке внутри корпуса. Для этого тут вот разделители имеются. Чтоб ничего не замыкало. Динамик. Отключаем шлифы. Сколько их тут? Раз какой-то шлиф. Это два шлиф. Сейчас не подденешь. Основной, видимо, идет на экранный модуль, что ли. Пока не знаю точно. Смартфон достаточно сложно сделан. Шлифы подклеены все. Просто так ничего не выщелкнется. Вот видите. На проклеечке. Еще один шлейфик. Так. Для того, чтобы снять нам нижнюю плату, нужно что? Правильно открутить винт. Антенных кабелей. Коаксиальных сюда приходит тоже туевых хуча. Вот я вижу один. А вот еще разъем. Вот еще разъем. Это у нас плата раз. Плата два. Охренеть, какой сложный агрегат. Это вам не Xiaomi разбирать. Так. Коаксиал отсоединили. Раз. Идущий. И вот еще один Коаксиал. Два. Это у нас нижняя плата. Аккуратненько ее. Надо отключить еще сканер. Разъем нижней камеры. Точнее вот этой. И можно его, я смотрю, вытащить теперь. Так. Так, так, так. Аккуратненько, аккуратненько. Так. Ну вот. Все. Нижнюю плату я практически вынул. Тут еще какой-то разъем. Подклеен просто разъемчик был один. Вот это сборочка. Так. Вот это вот экранного модуля, кстати. Разъем. И под ним есть вот такой замечательный уплотнитель. Убираем его. Дабы водичка не попадала вот в это отверстие. Откуда вы хоть шлейф экранного модуля. Да. Сборочка огонь. Так. Это у нас камера. Очевидно. Он же отпечаток пальца. Это ее чип. Сюда мы ее сейчас аккуратненько отклеим. Да. Вот она камерка. Вот она камерка с чипом управления, видимо, со своим. На своем разъемчике. Убираем в сторону. Вот ее посадочное место. Через экран. Она пуляет. Так. Еще здесь вижу платку. Вот одну. Это антенная, видимо, плата. Стойка, стойка. Короче, не буду я ее вынимать. Мне сейчас нечем просто эту стойку открутить. Смотрите, она тут вкручена. Стойка маленькая. Не ожидал я такого технологичного момента. Что под ней находится? Под ней находится как раз тот самый таптик. То есть, вибромотор линейный. Вот он прямоугольный. Здесь во все это я вставлю его изображение. Возьму из интернета. Не буду здесь, потому что не могу вот эту вот стойку открутить. Сейчас у меня просто нет инструмента под руками. Я бы тебе сказать сейчас не хочу. Значит, здесь находится вот этот таптик. Вот он блестит. Нормальный, как должен выглядеть, линейный вибромотор. Он прямоугольный, как на многих крутых аппаратах, в том числе и на айфоне. Здесь же еще мелкие элементы, видите. Это контейнер имеет отношение. Все они под компаундом. Так, естественно, что мы тут видим? Уплотнитель для микрофона. Рама эта алюминиевая. Вот ее фрезерованные части. Она цельно фрезерованная, как и должно быть у флагманов. Вот следы у нас видно. Фрезеровки сверху, покраски. Покрашены в цвет корпуса изнутри. Точно так же, потому что целиком макается все это. Вот здесь у нас вставки под антенны находятся. На которых отдел все разведено. Так, нижняя плата. Смотрим. Сначала то, что к нам обращено. Это микрофончик. Это марка водяная, которая краснеет при попадании воды. Все разъемы здесь у нас. Разъем USB-C. И, естественно, под компаундом. Это сим-лоток на две сим-карты. Здесь тоже все видно, что поблескивает компаунд везде. Ну, в общем-то, как всегда, у концерна BBK. Это обвеска, видимо, сим-лотка. Мелкие элементы. А, вот еще коаксиальчик здесь приютился. Это контакты. Очевидно, на антенке. А, и вот у нас два контактика еще на динамик. Все, нижняя плата. Так, верхняя теперь часть. Снимаем кабель раз. Этот кабель у нас уходит. Слушайте, а это тоже батарея? Что ли? Да, это тоже батарея. И вот эта батарея. И вот эта батарея. Плюс-минус. Ничего себе, как тут сделано. Питание к нижней плате подводится отдельно. Вот этот вот аккумулятор. Угу. Интересно, интересно. Так, вот этот шлейф можно отсоединить. Тут он немножечко проклеен, насколько я вижу. Тут под проклейка камеры тоже находится. Продолжаем разбирать. Так, еще разъем какой-то. А, это, наверное, кнопок боковых сенсорных. Да, разъемчик. Вот это вот. Вот это вот что. Сейчас нам нужно все отсоединить, чтобы снять плату. Разъемы камер. Один. Вот это вот. Второй, я так полагаю. Второй. Так, что тут еще? А, это разъем вот фронталки. Который тоже нужно отсоединить. Для того, чтобы плату извлечь. Так. Механизм поднятия. Он у нас как соприкасается. С чем? Так, сейчас посмотрим. Здесь вот еще вижу 3,5 миллиметра разъем. Так, винты. Плату держат. Так, вот раз. Сюда отдельно. С платы винтик. Два. Так, механизм вроде бы прикручен к раме поднятия. Он вроде не должен мешать подъему. Да. Вот мы снимаем основную плату. Единственное, что нужно отсюда отсоединить. Коаксиал раз. И коаксиал два. Все. Сняли. Ох, как это все интересно и увлекательно. Так. Механизм поднятия камеры. В принципе, его отвинчивать нет смысла. Вот он весь виден здесь. Это сама камера на шлейфе. Ее корпус. Соответственно, отсюда выезжает. Вот шервячок, который ее туда-сюда поднимает. Пружинка. Три с половиной на разъеме, как я уже сказал. Кругом контактные площадки тоже. Очевидно, под антенны. Точно так же фрезерованное все. Вот металл. Даже не крашеный видно. Это, кстати... Нет, вот у нас окошки под датчики. Сейчас посмотрим. Окошки под датчики. Ох, сколько тут датчиков-то. Раз. Пара. Да, смотрите. И вот тоже пара. И под них окна. Вот окно. И вот окно. Освещение приближения. Похоже, что они как бы одинаковые внешне. Но функционал у них может быть даже разный. Это мы все посмотрим под микроскопом. Так, что тут у нас осталось? Надо нам снять, наверное, батарею. Посмотреть, как это все выглядит. Что под батарейкой. Так, вот это вот отклеивается. Проклеечка. Батарейка. Отличная проклейка у батарейки, как, в общем-то, и у всего в этом аппарате. Ага, вот так вот сделано, да? Давайте батарейку посмотрим. Вот этот прикольный шлейф на нижнюю плату, который идет отдельный. Значит, батарея сама по себе. У нас, естественно, литий-ион-полимер. Модель ее BTRG9. 4,4 в верхней границе напряжения. Номинальное напряжение 3,85. Рейт от Капасити, то есть минимальная 4,410. И типичная емкость 4,500 мАч или 17,32 Ватт-часа. Вот такая вот батарейка. Откладываем. Так, изучаем дальше. Что у нас тут осталось? Так, значит, механизм. Это вот для второго микрофона. Явно прокладочка 3,5, как я уже сказал. Камера основная, камера широкоугольная. Вот у нас испарительная камера здесь присутствует. Давайте посмотрим. Это вот идет только часть видна, да? Под графитовой же наклейкой. Вот это отвод непосредственно чипа здесь термоинтерфейс. И вот часть камеры испарительной. Картиночку сейчас вставлю, как она выглядит целиком. Эффективность здесь, несомненно, система охлаждения доказана. Ну и вот это все тоже фрезерованный металл. Включаю внешнюю рамку. Здесь просто вставка. Так, теперь кнопки. Собственно, вот уходит шлейф. И здесь какая-то платка приклеена. Все очень круто. Естественно, это разбирать я не буду. Вот, и, собственно, здесь находится вот эта кнопка. Все. Сейчас скину с платы возможные экраны. И будем рассматривать ее под микроскопом. Итак, друзья, начинаем осмотр, как всегда, с обращенной к нам стороны после снятия задней крышки. С верхнего, получается, с правого угла. Здесь мы видим водяную марку, которая краснеет при попадании воды. Это микрофон. Дальше. Контакты, очевидно, на корпус. Вот это вот непосредственно контакты антенны. Они здесь не подпружинены, а просто прижаты. Площадочки вот здесь вот имеются. Здесь у нас вот в ответной части, как видите, да, вот такие вот керамические наполениями разведенные на этой пластиковой крышке. Интересное решение. Здесь у нас экранчик съемный, но под ним, собственно, особенно ничего не видно. Исключаю вот одну микросхемку. Data shift, если ее найду, шифровку вам напишу. Так, далее. Контакт подпружиненный, тоже антенный. Где у нас коаксиальных два разъемчика. Идем вниз. И здесь у нас еще один экран, под которым снова видно какую-то микросхему. Это, кстати, попались тут контакты NFC. К сожалению, ничего не видно. Единственное, что видно, это то, что все залито компаундом в этих окошечках. Так, возвращаемся в привычный ракурс. И давайте поедем по разъемам. Так, это разъем аккумулятора. Раз. Это разъем с нижней платы один. Вот здесь вот чуть выше разъем с нижней платы второй. Это разъемы камер широкоугольной основной. Вспышка. Здесь мы видим силовые элементы. И, скорее всего, это питание процессора. Да, Qualcomm написано PowerIC. Скорее всего, это, потому что вокруг него находятся силовые элементы. У нас питание главные. Так, второй разъем аккумулятора. Второй разъем шлифа с нижней платы. С другой стороны, там, где таптик находится, вибро точнее. Все очень круто, конечно, высокотехнологично сделано. Так, здесь у нас экранчик формально съемный, но под ним ничего не видно. Видно вот пустые под микросхемы. Места, я подозреваю, что это подусилитель связи 5G, потому что сам чип 5G на другой стороне. Точнее, пустое место от него. Есть еще версия этого смартфона с 5G. Это также контакты антенн. Их ответные части на пластиковой заглушке имеются. Это корпусные, уплотнительные, возможно, тоже выполняющие роль антенны. Видите, залиты все элементы по бокам. Также вообще каким-то черным таким компаундом. Это 3,5-миллиметрового разъема контакты. Это фронтальная камера. Разъем где-то здесь посередине еще была. Вот тут вот вспышка, один светодиод. Так. Опять контакт одной из антеннок. Все везде в компаунде. Все везде красиво. Ну и камера. Это у нас получается зум-портретник 52 миллиметра, который. Так, на другую сторону уходим. Как обычно, верхний правой угол. Здесь фактически ничего нет. Так, опускаемся вниз. И здесь вот видим первую пару датчиков освещения приближения. Она вот в таком вот резиновом чехле находится для нормальной их работы. И вот здесь под одним, значит, из экранов, точнее, под вот этой вот медной фольгой теплооспредителя находится пустое место. Здесь должен находиться модем X50 для 5G-версии. И опускаемся вниз. Вот это вот что-то, опять же, под интерфейсом находится. Довольно жесткая термопрокладка. А под ним находится VCD Qualcomm 9340. Это, похоже, Qualcomm-овский кодек. Да, акустик, аудио-кодек Qualcomm. Вот что это. Интересно. Ну да, звук здесь, конечно, отличный. В смартфоне где-то еще должен быть и выделенный чип. Но он, скорее всего, под одним из экранов находится. Мы его просто не увидим. Ну и вот тут у нас сбоку, под этим же, значит, медным кранчиком, находится бутерброд из оперативной памяти и чипа. Чипа мы не увидим, потому что он под памятью распаян. Так всегда на топовых делается чипах. Я постараюсь вам борт его показать. Это довольно сложно. Ну, в общем, вот такой бутерброд. Там внизу находится чип, а сверху, вернее, сам SOSI 855 плюс Snapdragon, а сверху распаяна оперативная память Samsung. Вот ее маркировка DDR4X здесь. Ну и рядом здесь вот уже экранчик глухой, к сожалению, я поэтому отклеивать не стал. Там уже ничего не видно. Здесь еще рядом должен быть, вот тут непосредственно, вот его, краешек видно. Это накопитель стандарта UFS 3.0. Возвращаем назад экран. Смотрим дальше. Что у нас тут есть? Микросхемка Qualcomm. Это вот, наверное, PowerIC. Да, да, это PowerIC. Вокруг тоже силовые элементы. Там, очевидно, был чип зарядки. А здесь вот педальник 8150B. Да, это точно PowerIC. Возвращаемся назад. Тут под экранами ничего не видать. Это у нас контакты кнопок. Тех самых топтильных, так будем их называть. Таптик. Мелкие элементы. Еще одна пара датчиков освещения, приближения. И вот это вот с обратной стороны сеточка микрофона. Все, контакты антенны. Что еще показать? А, с обратной стороны камера, получается, и ее маркировка. 2x zoom, который 50 мм. Ну и все. С платы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА